и жизнь народу, а второй высасывал из народа самых ревностных и уграблял их. Это приводило к полному вымиранию веры в народе. Ну и вот теперь читай, книга, большая книга, страница 524. Может отдельно, нет? Страница... Да, страница, дальше. Последующая судьба Египта показала, что в этой колюбели иночество, где оно принесло и лучшие плоды свои, монашество не имело глубокого продолжительного действия на народонаселение. Египет скоро отпал от православия, и потом под владычеством арвитян почти совсем утратил христианскую веру. Вот так, у все монашество умерло. Нельзя не признать того, что весьма значительное по числу удалений ревностных христиан в пустыне, где они кончали свое поприще без потомства, должно было отозваться ослаблением христианского элемента в самом народонаселении. Христианское элемент, это он называет монахов так. И дальше. На месте древних знаменитых обителей теперь едва можно встретить только развалины, где обитает несколько иноков коптов. Кавычки закрыты. Книга называется... Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. Православное монашество и аскетика в исследованиях и памятниках Аи Сидоров. Вот прямо, что христианские элементы умирали, и никого нет, и не потомство. Это монашество. Монашество погубило проповедь, и поэтому мусульманство возникло. Я уж такие книги редкие говорю. Дальше. Деяние 18.18 Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию. И с ним Акила и Прескила. Вот и все. Пусть все порогано веками преступлений. Пусть незапятнанным ничто не сбереглось. Но совести укор сильнее всех сомнений, и не погаснет то, что раз в душе зажглось. Великое нечетно совершилось, недаром средь людей явился Бог. К земле недаром небо преклонилось, и распахнулся в вечности чертог. В незримой глубине сознания мирового источник истины живет, не заглушен. И над руинами позора векового глагол ее звучит, как похоронный звон. Родился в мире свет, и свет отторгнут тюмою. Но светит он во тьме, где грань добра и зла. Не властью внешнюю, а правдою самою, князь в веке осужден и все его дела. 1894 год. Владимир Сергеевич Соловьев. Исайя 62, 6. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Какой еще призыв надо было? Монашество? Это все враждебно. И вот теперь считаем, Гангский собор около 340 года. Точной даты нет, может, 311 год. Дальше. Тринадцатые правила. Есть некая жена ради мнимого подвижничества. Вот она, псевдо, псевдо православие. Вот оно где, СД, слушайте. Переменит одеяние, и вместо обыкновенной женской одежды облечется мужскую, доводит под клятвой. Под клятвой, это 6-й Северенский собор, 62-е правило. Под проклятием. Будь проклята. А сколько их таких было? И они причащались, ходили, думали в Феодора, а на самом деле, это в житях святых такие женщины уходили, прятались под мужским именем. 14-е правило. Если какая-нибудь жена оставит мужа и отойти восхочет, гнушаясь браком, да будет под клятвой. А таколько считали там Семен, ушел от жены. Если кто детей своих оставляет и не питает, и не приводит, по возможности, подобающим благочестию, но под предлогом отшельничества, не родит они их, да будет под клятвой. Вот так. Так все равно, да, ради милости какой-то. Карфагенский собор, 44-я. Если какие-нибудь дети под предлогом благочестия оставят своих родителей, особенно верных, и не воздадут подобающей чести родителям, да будут под клятвой. Вот сейчас мы считали Симеон там, который под проклятием, впрочем. Впрочем, правоверие, да будет ими соблюдаемо предпочтительно. Право вы его сохранили. 17-й. Если какая-нибудь жена ради мнимого подвижничества острижет свои волосы, которые Бог дал им в напоминание подчиненности, то таковая, как нарушающая заповедь подчиненности, да будет под клятвой. 19-е правило. Если кто из подвижников без телесной нужды, кичась, разрешает посты, То есть нарушает посты. Преданы к общему соблюдению и хранимы... К общему? Они... Ой, Игнатий соблюдает там посты, там, ну, проще такое, это все фарисейство. Правило соблюдаем фарисейство, а не безбожники наглые. И хранимые церковью, пребывая, Притом в полном разуме, да будет под клятвой. Дальше. Вопросы, задаваемые Лапкину и Игнатию В университетах, параде и в различных госучреждениях разных городов и государствах. Я вступал в разные, где был, приходилось. И вот вопросы идут. Вот один вопрос. Каково духовное состояние? Можешь прочитать сколько-нибудь? Я сейчас буду продергивать по вопросам, какие задавали, и прочитывайте. Вот теперь посмотрели, дальше посмотрите, какие вопросы мне задавали. И на них вот сейчас если ткнуть, и ответ выскочит. Держите, прочитайте. Осипову такие не зададут вопросы. И никогда они на них не ответят. По Библии точно, по Святым Отцам. Смотри, какие вопросы интересные. Восьмой том, открытый боком. Ну что, считать трудно уже. Мы просто даем понять. Тормозните и прочитайте. И номер этот найдете. Я показал, где они у меня. На сайте. Там я отвечаю на 4124 вопроса. Это про монашеса вопроса. 11, 13 том. Это книги мои. Том. Тома открытым оком. Вопросы очень интересные, большие. У нас хороший уровень был. Люди приходили разные. Вот смотрите, какую я тему даю, освящаю. А эти, а это ничего. У них ничего нету. Ничего нету. Ни писания, ни житии. Что прочитал, они не знают этого. А лаять, кусать, это проще всего ядовитыми-то зубами. Но страха того же никакого нет. Как это можно так? Называются православными. Они с какой-то хитростью пробрались, и все православное топчет и топчет непрерывно. Вот теперь я отвечаю юноше, говорящему, что хочет подстричься в монахе. Я ему говорю, что исследуйте известного устава монастырей. Я написал два тома. И дальше. И вот теперь где. Материалы большие. Вот где о монашести написано. Посчитай сколько. Это отдельный ролик. Это столько роликов. Я не просто говорю, а так. Считаем дальше. Монашество уничтожило соль, и мир захватил все. Для мира безбожного не было лучшего помощника, чем монашество. Высасавшее силы из народа и погубившее за монастырьскими стенами самое ценное, смелое, обескровило страны. Это мумии антихристианские. Вот так. И далее показываю сколько бы было житей. Вот уставы, поступки. И указания, что нужно просчитать. Я дальше говорю. Отец Андрей Кураев. Если бы епископом был я, и пришел бы ко мне юноша пылкий, со взором горящим, и попросил о постриге, чтобы я сказал вот этому юному, начинающему. А я бы сказал так. Ну смотри, я готов тебя постричь в монахе, но условия такие. Условия какие, первые? Ты будешь живым трупом. У тебя не будет никаких человеческих прав. То есть то, что в монашисте, политических тем паче. У тебя никогда не будет своей квартиры. Квартиру сразу монастырь отдавает. Ты никогда не будешь выбирать, что ты будешь кушать. Я буду об тебя вытирать ноги, и ты не будешь иметь право пикнуть и сказать, что ты не согласен. В любую минуту я могу выгнать тебя на улицу, ничего не дав и не поблагодарив. И ты помрешь с голоду на вокзале. Но имей в виду, даже если я перестану тебя считать монахом, даже в этой ситуации ты сам перестать себя считать монахом не можешь. Потому что обед ты давал не мне, а Богу. И вот если ты готов быть таким живым мертвецом, то возьми ножницы и подай мне их. Я видел, тогда Антоний был, епископ Масендич. И подстригали одного. И вот так он стоит, ему это все считает. И потом вот так ножницы бросил, а там кафельный плит, они загремели. И он ползет, а народу много, и ползет на животе по-пластунски. Берет ножницы, подползает и ему дает. Он опять новое правило считает, и ножницы швырнет. Это все у них запрограммировано. Тот ползет вот так вот под земля, там грязно, людей сходили. Это не важно. Уже шили так. И дальше что считаем? 1 Фессалонкийцам 2.16. Который препятствует нам говорить язычникам, чтобы спаслись. И через это всегда наполняет меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. Это прямо о монахах говорится. А то, чтобы уйти от людей и спасаться за стеной, это выдумка плотского ума нерожденных свыше посетителей. И этим были увлечены самые выдающиеся умы православия. Так что, когда мне пишут, что как, где я. Если я посмел замахнуться против такой махины-то, то тут есть чем удивляться. Я не говорю, что монастыри-то не нужны. Я повторяю, нужны. 1 Коринфянам 7.32. А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женаты, заботитесь о Господнем. Как угодить Господу? Я полностью обоими руками. Но в каком виде? В том виде, в каком они пришли к нам. Ну и дальше уже считали об этом. Вот мое изречение. Монастырины уже для того, чтобы не давшие обетов, обеты монашеские, должны быть всюду намертво запрещены. И готовить миссионеров, проповедников. Луки 24.49. Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. Вот для чего. А что, проповедят. Деяние 1 глава. Силою свыше для чего? Ответ. Восьмой стих. Да. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете моими свидетелями в Иерусалиме, и во все Иудеи, в Самаре, и даже до края земли. И еще. Допоить, докормить престарелых тружеников на Ниве Божии. Филиппийцам 2.29. Примите же его в Господи со всякой радостью, и таких имейте в уважении. Евреям 13.7. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Луки 24.49. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. И дальше деяния, собрав их, повелел. Я снова сейчас покажу только, и на этом закончим. Вот. Исайя. Сколько нужно? Вот сколько мест в Писании, которые именно говорят то, что я говорю о монашестве. А в мощах потом отдельно. Теперь они гуру, гуру. Вот откройте их в Википедии, там написано. Кто такие гуру? Духовный наставник в индейских религиях. Первое. То есть, неважно где он, наставник. Гуру или эксперт, знаток. Человек исключительно компетентный. Компетентный. Что-то слово ты не можешь прочитать. Какой-либо области знаний. В какой-то области компетентный. То есть, гуру это высокое звание. Ну, кто-то называет фюрер, у русских вождь. Это одно и то же слово. Гуру. Или профессионал. Мастер своего дела, виртуоз. О как. Какие мужчины так. Тебе жестокость Рима блуденцы. Там Мисала, говорю, фильм посмотреть. Вот это. Он 11 Оскаров взял. И они были такие. Когда-то дружили. А когда встретились, он говорит, Рим сделал тебя таким жестоким. И вот монашество сделало такими жестокими людьми. Они презрительно относятся. А бабки любят, там, мрут от этого. Ну, все на этом. Дальше. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok.